Андрей Станин, коммерческий директор холдинга «Эталон». Андрей с 95-го года занимается продажами. Его руками построены десятки зубастых отделов продаж. Он работает с крупнейшими компаниями Петербурга и не только Петербурга. Но сегодня у него особо интересная тема. Он будет говорить меньше про бизнес, а больше расскажет про то, как лучшие бизнес-инструменты использовать для личного развития, для себя любимого. Пожалуйста, поприветствуем Андрея. Коллеги, друзья, уже добрый вечер. Я из бизнеса и обычно со сцены рассказываю о том, как управлять людьми, управлять продажами, мотивировать людей. Но сегодня я хочу поговорить о нас с вами, о людях. И я выбрал очень сложную и важную тему. Цели полагания и цели достижения. Важную почему? Ну, потому что каждый из нас хоть раз да попробовал. Сложную, потому что каждый из нас хоть раз да ошибся и получил негативный опыт. Сегодня я постараюсь показать вам, как повысить вероятность достижения целей, как ставить цели с помощью бизнес-технологии. Это то, чем я обычно управляю в компаниях. И начать я хочу с тезисов, с которыми, как говорится, не поспоришь. Мы все умрем. Сто человек из ста. И, к сожалению, мы с этим ничего не можем поделать. Но у нас с вами есть выбор о том, как прожить свою жизнь. Мы можем прожить ее по-разному. Как можно прожить жизнь? Для себя я понял, что я хочу прожить жизнь счастливо. И у меня есть определение, что такое счастливая жизнь. У меня есть критерии, по которым я выбираю, насколько я счастлив. Кто-то выберет другой вариант, чтобы помнили, как говорил Высоцкий, что интересно, счастливо, созидательно, эффективно. И здесь может быть Ваш выбор. Я хочу, чтобы у нас был какой-то диалог. Вас очень много, я один. И поэтому мы будем разговаривать руками. Я попрошу помочь мне, потому что здесь все же пришли научиться. А научиться можно, если ты что-то делаешь. Это только очень продвинутые люди могут учиться методам созерцания. Я уверен, что здесь есть и такие. Но если Вы и созерцаете, и что-то делаете, результат будет выше. Я попрошу поднять сейчас руки тех, кто знает, как бы он хотел прожить жизнь. Счастливо. Супер. Опускаем. А теперь поднимите, пожалуйста, руки те, у кого есть план. Супер. Это очень хорошо. Опустите, пожалуйста. И снова поднимите, пожалуйста, руки те, кто этот план имеет написанный. Супер. У нас вороночка потихоньку нарисовалась. Это очень здорово. Это очень здорово. Вот так. И я знал, что здесь соберлись эти правильные люди, у которых есть план. Он написан. Я хочу показать Вам интересную статистику. Это старая статистика. Она из прошлого века, но в 80-е и 90-е года. В 79-м году выпускникам бизнес-школ был задан вопрос. Формулируете ли Вы письменно свои цели? И есть ли они у Вас? И получили вот такую вот статистику. 83% сказали нет, не формулируем и не записаны. 14% сказали записаны, формулируем, и только 3% сказали, что они у них записаны. Через 10 лет сравнили очень важный для американского показатель. Это деньги. Сколько люди зарабатывают денег. И получили следующую корреляцию. Итак, за основу взяли тех людей, которые не записывали и не имели целей. Так получилось, что в среднем их доход оказался ниже. В среднем доход тех, кто имел цели, они были сформулированы, но не записаны в два раза. И в 10 раз оказался доход выше тех, у кого были записаны цели. Можно этому верить, можно не верить. Но я по себе могу сказать так. Я 7 лет занимаюсь целеполаганием, целедостижением, использую бизнес-инструменты для себя, чем сегодня хочу поделиться. И за это время я заметил существенно больший прогресс, чем до этого, пока я этим не занимался. Какие есть причины недостижения целей? Ну, я, наверное, назвал бы 4. Не хочу. Ну, обычно ничего не хочу. Не знаю, как ставить цели. Не знаю, что мне нужно, и уже ставил, и уже не получается. Мы сегодня с вами поработаем только с тремя пунктами, как ставить цели. Я могу помочь вам рассказать, когда вы не знаете, как ставить цели, не знаете, что вам нужно, и ставил уже бросаю. Эта история очень понятная. Мы говорим, я хочу каждое утро делать зарядку, утро наступает, мы это не делаем. Я расскажу, как это можно изменить, как я это победил, и это легко, несложно, потому что я человек не очень такой, скажем, скорее ленивый. Поэтому инструменты использую только очень простые. Ну, а так как 5 минут назад вы поднимали руки и говорили, что у вас есть цели, значит, здесь находятся все люди, которые хотят. То есть и мы закрываем все 4 проблемы с целеполаганием. Вообще, зачем нужны цели, зачем нужен план? Это очень интересный вопрос. На мой взгляд, только для того, чтобы повысить вероятность достижения счастья или того состояния, которое вы выбрали. Правда, это либрет? Ну, наверное, ответ – это я. Как я же сказал, я тот человек, который делает это сам, и это работает. И это одна из причин, почему я здесь стоил. Хочу поделиться тем, что я знаю. Я считаю, что есть 4 основных способа добиться успеха. Первый – это правильно родиться. Второй – это правильно жениться. Третий – случайность. Если этих трех с вами не случилось, то есть только один. Ну, я знаю. Это трудиться. Я ходил на разные тренинги, где мне обещали, что есть еще. Нет, не нашел. Трудиться. И я могу рассказать, как это делать наиболее эффективно. Я расскажу о своем пути. Мой путь очень простой. Уже несколько лет, с 95-го года я занимаюсь продажами. Последние 15 лет управляю продажами. И все это время я все больше и больше перехожу к целеполаганию, к системному целеполаганию и составлению плана для их достижения. При этом ставлю цели и использую бизнес-технологии. Использую бизнес-технологии все больше и больше. И какие это бизнес-технологии? Сегодня поделюсь только некоторыми из них, которые можно для целеполагания. Чек-лист, PEST-анализ, SWOT-анализ, конкурентный анализ, кластерный анализ, матрица портера, управление по целям, определение миссии, видение, стратегия. Все это можно использовать. И это работает. А работает только потому, что все эти компании, большие компании, это используют, это приносит им результат. И это позволит вам, как конструктор, сделать себя самому. Это поможет вам, как предпринимателю. Я знаю, что это помогает сделать карьеру топ-менеджера, потому что я проработал в компании, лидеры рынка, которые были всегда на острие конкурентной борьбы. И это работало. Сейчас я работаю в компании, отвечаю за оборот, один миллиард долларов и за то, чтобы у нескольких тысяч человек была зарплата. И еще, чтобы акционеры были довольны. И сегодня я хочу поделиться инструментами, как с помощью бизнес-технологий можно добиться успеха. Будь то предпринимательства, будь то карьера, наемного менеджера, будь то просто стать счастливым. И для кого это мастер-класс? Ну, для тех, кто верит, что с помощью целеполагания можно добиваться успеха. Ну, давайте, поехали. Я очень хочу, чтобы вы тоже немножко поработали. И я подготовил для вас, ребята, немного заданий. Я подготовил для вас три задания. Задания, они несложные, они занимают мало времени. И первое задание очень простое. Вам нужно оглядеться и найти какого-нибудь приятного человека, который сидит рядом с вами. Вот они наверняка есть. Да, да, вот если мы начали оглядываться, да, 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 да. Не пугаться. Если вы видите, что кто-то сидит сейчас в телефоне, делает вид, что он занят, вот надо будет потом с ним что-то сделать. Ребята, я два раунда, два раунда по полторы минуты. Всего полторы минуты, я засеку время, потом скажу, меняемся, да, и нужно в парах будет поработать. Что нужно сделать? Нужно рассказать историю. Историю своей жизни. Полторы минуты. Решите, кто номер один Номер один в паре, поднимите, пожалуйста, руку Поднимите, 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 поднимите Не стесняйтесь Номер один, вы начинаете История вашей жизни, полторы минуты пошло Поехали Субтитры сделал DimaTorzok История вашей жизни Стоп, меняемся Номер два рассказывает, номер один слушает Поехали 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 Ну ладно Поехали 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 чек-лист успеха. Там все очень просто. На мой взгляд, это одно из самых интересных упражнений. Оно всегда проходит так с огоньком и точно вы можете использовать. Идем дальше. Это прошлое. Разобрались в прошлом. Посмотрели, что нам стоит изменить. Теперь давайте посмотрим на сегодня. Кто вы сегодня? Здесь я предлагаю использовать инструмент SWOT-анализ. Возможно, сегодня я вот некоторое время назад думал, что я умею им пользоваться. Казалось, что нет. Я пользовался им неправильно. Возможно, сегодня тоже кому-то раскрою глаза, как им пользоваться правильно. Итак, поехали. SWOT-анализ. SWOT-анализ – это инструмент системного анализа, который используется в стратегическом менеджменте для того, чтобы понять, что нам делать дальше, где наши возможности для того, чтобы построить правильную стратегию. И получил он от аббревиатуры, который говорит о том, что какие ваши сильные стороны, какие ваши слабые стороны, какие, внимание, внешний рынок для вас стоит угроза и какие внешний рынок для вас стоит возможности. Ваше домашнее задание будет очень простое. Вам нужно будет сделать SWOT-анализ для себя. Нужно будет сделать SWOT-анализ для себя и понять, какие ваши сильные стороны и слабые. Причем, сейчас я вам расскажу, как это лучше сделать. Смотрите, что вы ищете внутри? Ваши сильные стороны. В себя смотрите. Ваши сильные стороны. Что у вас получается хорошо? Чем вы сильные? Потом слабые стороны. Где слабы? А вот возможности, они приходят с внешнего рынка, из внешней среды. Что внешняя среда вам готовит хорошего, что плохого? Что с этим делать? Я поделюсь с вами лайфхаком, которого дошел совсем недавно. Очень часто, ну вот скроллим социальные сети, ну есть те, кто не скроллит, ну большинство это делает, даже если не признается. И зря проводим время. И мне один очень интересный человек рассказал, как можно изменить ситуацию. Он говорит, ты знаешь, я уже много лет назад открыл для себя место, где я могу черпать самые современные идеи. А тренды. Что хорошего готовит нам рынок, что плохого? Он говорит, я подписался на Гарвард бизнес ревью. Эти ребята системно собирают самые интересные и современные инновационные точки мнения для того, чтобы понять, что происходит в этом мире. Они за меня всю подборочку сделали. Стоит 6 990 рублей на год. Данная подписка. Коллеги, там много чего интересного про менеджмент, про персонал, про IT, про все. Ты читаешь, и ты в тренде основных областей развития. И ты уже понимаешь, что это для меня может значить, чем это для меня может обернуться. Ну и смотрите, где еще можно бывать. Можно бывать на подобных конференциях. Здесь ты времени тратишь больше, и что-то полезное ты точно всегда отсюда заберешь. Но самое главное, на мой взгляд, выходя с этой конференции, не просто сказать, ну, в принципе, ничего нового, как обычно, воронка, конверсии, agile, ничего нового не узнал, а что-то попытаться сделать. После этого изменить своих действий в действиях своей компании. Окей. Итак, вы сделали SWOT-анализ, но тоже вот сейчас вам дам лайфхак. Зачастую мы себя немножко либо идеализируем, но думаем себе лучше, чем мы есть, но чаще в нашем обществе недооцениваем. Это реально очень интересная штука. Мы почему-то все недооцениваем. То есть как-то среда на нас так нехорошо влияет, что мы при себя думаем не очень хорошо. И я вот подготовил для вас вот такую вот историю. Спроси своих друзей. Да, можно сфоткать. Это смс-ка. Вы можете сейчас ее отправить. Можете быстренько набить, ребят. Все очень просто. Добрый день. Прошу мне помочь. В данный момент ставлю себе цели на год. И прошу ответить на четыре вопроса, которые помогут мне сделать планирование еще более эффективным. Чему можно у меня научиться? Чему мне стоит научиться? Что освоить? В какой из областей я смогу добиться успеха? Что обычно на меня действует отрицательно? Заранее спасибо. Знаете, что очень часто мне отвечают, а кому нужно отправлять? Людям, которым вы доверяете, которые не будут вам писать, да ты умница, красавица или красавец, ты вообще нормальный мужик, которые скажут мне правду людям, на которых я хочу быть похожим, на которых я равняюсь. Людям, которые сильнее, чем я в чем-то. И очень частый ответ, который мне приходит в ответ на это письмо, там два варианта. Тебе не отвечают. Думаю, что ты пошел на секту, ну там где-то, да-да, точно на контексте. Да-да-да, наверное, на контекст пошел, да. Или еще кому. Голосмету, наверное, пошел, да. Ну точно туда. Не отвечают, а если отвечают, после этого пишут. Ответь мне так же. Очень частый ответ. Люди понимают, что это прикольная тема. Это возможность получить обратную связь. При этом она не очень токсичная, ты потому что пишешь, ну в принципе у тебя можно научиться. Но и дает очень хорошие вещи. Попробуйте. Три-четыре, и у вас точно повысится самооценка, потому что обычно напишут много хорошего. И где-то 80% из этого ребята правда. Что завтра? Вот завтра самое прикольное, ребят. Вот это упражнение сделайте, пожалуй, сейчас для себя. Ну не в парах, вот просто для себя. Одна минута. Я когда его делал, оно такое, знаете, немножко смешное мне показалось, но когда я стал делать его сам, оно для меня казалось очень важным. Оно следующее. Дома можете сделать его пожестче, пописать. Когда мы пишем, мозг работает лучше. Ответьте на вопрос, а что бы я делал, если бы не осталось жить 10 дней, 10 недель или 10 месяцев? Сейчас я буквально минутку. Вот выберите себе, что нравится из этих трех. 10 дней, 10 месяцев. 10 месяцев я обычно выбираю, потому что 10 дней как-то мало. 10 месяцев. Буквально минутку подумайте, вот что бы вы делали. Понятно, что выпили. Ребята, это первое, да. После этого, вот, минута. 10 месяцев. Ну, достаточно. А теперь ответьте на вопрос. А сейчас вы это делаете? Для меня было, я понимал, что я делаю точно не это, но для меня был разрыв очень сильно велик. между тем, что я делаю сейчас и тем, что я делал бы, если бы осталось 10 месяцев. Это пропасть была. Просто пропасть. И после этого я изменил свои действия и стал действовать немножко по-другому. Конечно, не так, как хотелось бы. Но, по крайней мере, я приблизился к тому, что бы я делал, если действительно жизнь бы заканчивалась. Ну, давайте мы расскажем здесь, какую возьмем технологию, бизнес, миссия. Что такое миссия? Это ответ на вопрос, зачем мы здесь, наша компания существует в бизнесе, зачем или зачем мы здесь живем. Для чего нужно миссию определять? На мой взгляд, очень просто. Для того, чтобы через некоторое время не оказаться там, где мы бы не хотели оказаться. И у нас уже очень много, ну, мы же наблюдаем, мы видим наших сверстников уже, наших родителей, друзей наших родителей, которые в конце жизни оказываются там, где они вряд ли хотели бы оказаться. И, на мой взгляд, определить миссию очень важно. И я думаю, что это динамичный процесс. Что это значит? Нельзя сказать, о, я потратил полчаса, определил миссию, все, супер. На нее воздействует очень много факторов. Внешняя среда, вы сами. И определять миссию, подравниваться, туда ли я иду, на мой взгляд, нужно регулярно. Для себя я выбрал простую регулярность один раз в год. Сейчас есть технологии, которые говорят 12-недельный менеджмент, да, там 12 недель, ты должен все вот это делать раз в 12 недель. Я думаю, что если ты не работаешь нигде, то в принципе можно. Но если ты где-то работаешь, блин, я не знаю как, у меня не получается. И как определить миссию? И здесь я вот использую такое понятие, называется кигай. Кигай. Оно немножко такое восточное. Оно мне нравится, что кигай – это то, что придает смысл жизни, то, что заставляет нас просыпаться каждое утро с радостью. И как это найти? Я расскажу вам технологию. Она достаточно простая, как все технологии в бизнесе. Они простые на бумаге, они сложные в реализации. Вам нужно определить всего 4 вещи. Всего 4 вещи. Это прикольно. Что я умею делать хорошо? Вот, например, что я умею делать хорошо? Например, меня. Первое. Я хорошо готовлю. Это действительно так, я готовлю хорошо. Второе. Я умею управлять продажами. Ну, это я подтвердил многократно. Я умею обучать людей. Тоже вроде подтвердил. Вот я умею делать хорошо. Вот такие вещи. Дальше. Что я люблю делать? Готовить. Обучать людей. И у меня пропало управлять продажами. Улетело. То, что нужно людям. Первое. Управлять продажами. Это очень нужно людям. Второе. Готовить. Третье. Обучать. То, за что платят. Улетает готовить. Мне не платят. Вот. Ну, мне лучше всего за что платят. За то, что управлять продажами. Следующее. За то, что обучать людей. И вот у меня два пути. И здесь то, что посередине. Это есть икигай. Это то, что есть ваше предназначение. И может быть одно. Может быть два, как у меня. Может быть три. Дальше нужно выбрать. Но тут я, знаете, о чем я часто работаю. Ну, не так часто, но иногда работаю с ребятами молодыми, которые еще только на старте. И они говорят, блин, у меня нет вот этого. Просто нету. Я не успел. Что я умею делать? Я не успел стать профессионалом. Что мне делать? И я понял, что здесь, наверное, вот эта штука, так она же качаема. И это точно можно раскачать. Если это, а, ты любишь делать? Это нужно людям. За это платят. Ну, хотя бы у тебя хоть какие-то… Нету стоп-факторов для этого. Тогда ты точно можешь этому научиться. Поэтому для тех, кто начинает, вариант с тремя факторами и отсутствием в четвертом каких-то ограничений. Ну, например, он говорит, я хочу продавать. А он некоммуникабельный. Ну, некоммуникабельный человек. Ну, точно будет тяжело. Это стоп-фактор. Хотя это очень нужно людям. За это хорошо платят. Даже если он любит это делать. Ну, если очень, то можно, но будет сложно. Домашнее задание, ребят. Тоже в этой тетрадочке вы сможете сделать и написать, что я люблю делать с писочком. Что у меня хорошо получается, за что мне платят, что нужно людям. Вот такой подход вы можете использовать, чтобы сформировать миссию. А дальше вам все это нужно просто соединить, вот так же, как я соединил ниточками, что у вас совпало. И получится то, что может стать вашей миссией. Зачем вы живете. И точно это будет удовлетворять какие-то ваши основные потребности. Ну, теперь так определим миссию. Надо цель ставить. Цель прикольная штука. У нас есть большая проблема. Мы можем поставить цель. Вот мы в точке А. И очень часто мы ставим не ту цель, точка Б, и идем к ней. Извелистым путем, тяжело, но это не та цель. И цель нужно уметь поставить правильно. Я расскажу вам о технологиях постановки цели. А вот сейчас, это второе задание. Я всего три вам обещал задания. Не больше, больше мучить вас не буду. Задание. Возьмите какой-то промежуток. Я обычно беру один год, три года, 25 лет. У меня есть партнер, он говорит, Андрей, слушай, 25 лет, у нас люди так не планируют. Я говорю, ну, давай попробуем. Он говорит, тут так интересно. И оказалось интересно. Возьмите любой из этих интервалов. И в тех же самых парах. Расскажите, пожалуйста, о своей цели вашему партнеру на год, либо на три, либо на 25. Если успеете, я дам вам тоже полторы минуты. Времени у нас много. Поделитесь. Мне очень важно, чтобы вы проговорили цель, потому что дальше мы ее разберем. Насколько правильно вы ее поставили. Окей? Полторы минуты. Вот друг другу просто, я не буду говорить, меняемся. Как успели, так успели рассказать цель. На год, на три, либо на 25. Не стесняйтесь, называйте миллион. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Мне кажется, оно очень интересное. Писать цели не про себя, а вовне. Насколько ты отдаешь. И это получается совсем по-другому. Совсем по-другому. Сейчас пришло время сделать последнее, третье задание. Итак, мы сказали, что история жизни, даже сейчас цели себе поставили. История жизни — это прошлое, настоящее, будущее. Я сейчас вам дам по полторы минуты. И постарайтесь рассказать историю своей жизни. Используйте три составляющих, используйте цели, говоря не про себя, а про людей, что вы отдаете, если вы, конечно, хотите отдавать. Это нормально, не отдавать. Жить для себя тоже хорошо, это тоже выбор. И не надо этого стесняться. Расскажите сейчас историю жизни своему партнеру с учетом этих новых правил, новых водных, которые узнали. Всего полторы минуты. Одному полторы минуты другому. Поехали. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 У кого в истории было прошлое, опустите. У кого настоящее, у кого будущее, круто, молодцы, супер. Это все замечательно, но жизнь вносит всегда темные краски, поставил цели. Но после этого есть два варианта. Первое, ты ничего не делаешь. Второе, ты делаешь и бросаешь. Ну, два основных варианта, которые есть. Давайте поговорим об этом. Ну, может, есть и третий. Для меня я просто основные называю. Наверняка есть и третий, и четвертый, и пятый, и шестая. И наверняка ребята из ТНС могут сосчитать и сказать, как бывает. Что мы делаем, когда не достигаем цели? Сейчас мы это пройдем, это очень прикольно. И мы даже что-нибудь попробуем с этим сделать. Мы рассказываем красивые истории или алиби, их называют по-разному. То есть нет результата, но есть красивые истории, для нас это есть результат. И вот давайте сейчас просто проведем красивый пример. Ну, причина в том, что нам либо важно, либо неважно. Либо важно это есть, либо неважно. Ну вот, в зависимости от этого. Я хочу показать пример. Вот у меня задание. Поднимите, пожалуйста, полностью две вытянутые руки вверх. Супер, молодцы. Вас очень много подняло. Опускайте. Не так быстро. Скажите, пожалуйста, а если бы я предложил вам деньги, это произошло бы быстрее и со всеми участниками? Много денег? Миллион рублей? Я думаю, да. О, ребята второй раз на всякий случай поднимают. Да, молодцы. Да, мне нравится, ребята. Если бы показал бы вам, угрожал бы вам оружием. Это был бы, кстати, номер. Михаил бы удивился бы, мне кажется. Не удивился бы. А это было, да, уже? Все, понял. Точного быстрее подняли, потому что важность появляется. Окей. Если бы от этого зависела жизнь важного для вас человека. Тоже поднимается. Пример. Я всю жизнь не опаздываю. Я вот первый раз в жизни проспал на работу недавно. Для меня был шок. Я в школу опоздал два раза в жизни. Первый сентября в первом классе и в последний день в одиннадцатом классе. Это прикол, конечно. Все остальное время приходил как дурак вовремя. И поэтому меня, естественно, бесят люди, которые опаздывают на работу. А так как я 15 лет руководитель, я их что делаю? Воспитываю. И я слышу каждый раз, что почему-то опоздал. Андрей, пробка! Там еще что-то, красивую историю. Да им просто неважно приходить вовремя. Если бы я им сказал, миллион рублей, ты придешь вовремя? Он говорит, да здесь лягу спать. Или достал пистолет, ты в следующий раз придешь вовремя? Конечно. Со всем остальным то же самое. А если мне придешь в миллион рублей, я буду делать зарядку? Да. А пистолет? Блин, тем более. А если от этого будет зависеть жизнь близкого человека? Да. А твоя? Блин, вот здесь надо подумать. Но мы же знаем, что зарядку нужно делать, чтобы прожить долго, каждый день. Знаем, но не делаем. Уже видите, про себя уже как подзабил. Итак, с чего начать? С чего начать, чтобы цели достигались? То есть первое. Долги, препятствия, ресурсы. Сделайте очень важное упражнение. Поработайте с долгами. Там есть оно у вас. Выпишите, пожалуйста, то, что вы давно хотели сделать, но не делали. А, вот я все хотел на танцы записаться и не записывался. Вот завтра пойду в Москве. Ну, просто у меня единственный вариант, я работаю в Москве еще и в Москве сходить. Пойду. Это для меня то, что я давно хотел сделать. Напишите, что хотели сделать и напишите, что будет, если это случится. Ну, как-то себя вознаградите. Или если вам нравится отрицательная мотивация, что не будет, если этого не случится. Препятствия. Поймите, вот цель и что вам, какие препятствия нужны. Вот у меня есть цель, я не знаю язык. Мне надо выучить язык, чтобы добиться этой цели. Супер. Это препятствия. Что еще? Что у вас может быть? После этого напишите ресурсы. Какие вам необходимые ресурсы? Мне что необходимо? Язык? И он мне пригодится. Еще что-то, еще что-то, еще что-то. Для вас это может быть разное. То есть определите ресурсы, которые вам нужны. А дальше, дальше, вам нужно использовать технологию, которую я использую постоянно в бизнесе. Она называется управление по целям. Гениальнее нет ничего. У тебя есть главная цель, на мой взгляд, это миссия жизни. У тебя есть цели по направлениям. Блин, так и напиши, что в каждом ты будешь делать. Все. И делай. Причем, даже если ты сделаешь 60% из того, что ты запланировал, блин, ты круче всех в своем окружении. Потому что они вообще ничего не делают. И там один из листов, это как раз вот такая табличка, где вы можете эти задачки написать по направлениям. Поставить даты и все. Я ставлю даты на квартал. Сверяюсь раз в месяц. То есть вот сегодня первое число, я сейчас полечу в самолете, я открою ноутбук, открою свой лист и закрашу зеленым и поставлю выполнено то, что я выполнил. То, что я не выполнил, я поменяю дату. Ну, я так с собой работаю, потому что, значит, мне не важно было это сделать зачем-то. Я подумаю, почему мне важно. Поработаю с собой. Вот это управление по целям. Для вас это как раз задача. Не пишите себе много задач. Я пишу себе 3-5. При этом я пишу, ну, на самом деле на квартал. Некоторые задачи, я понимаю, что вот на в будущее, например, у меня есть задачи на 18-й год. Я их пишу туда. Когда они работают. И вот мы приступили к ситуации, когда не работает. Когда не получается. Что не получается? Я, ну, у меня проблема с едой. Я сейчас побеждаю. Расскажу, как. То есть я зависим от еды. То есть я жру. Ну, жрал. То есть если я заходил в север, ну, сейчас я уже в буше. Вот так проще объяснить. Если все питерские, ребята, буше хорошее, не питерские, хорошее, кондитерское. Что я должен взять? Булочку со сливками, да? И с персиком вот эта вот штука. Обязательно. Ну, а как же без сэндвича с тунцом, ребята? Что может быть лучше сэндвича с тунцом? Это еще взять. Кофе и молочный коктейль. Обязательно. Причем, если я иду в ресторан, я возьму и первое, и второе, и салат. Нет, два салата. Мне этого много. Я не понимаю, почему. Я зависим от еды. Причем я знаю, как правильно есть. Но я зависим. И в один прекрасный момент я понял, что, ну, так невозможно. И я узнал об этом инструменте, и я задаю себе вопрос, зачем. Итак, я хочу, прихожу, захожу в Буше, смотрю на все, у меня позыв, и говорю, а зачем я не должен сейчас это покупать? Что будет, если я это не сделаю? Если я проговариваю? Мне помогает. Ребята, кому-то не помогает. У меня с зарядкой не помогает, к сожалению, каждое утро. Ну, в 6 утра мозг не отвечает на вопрос, Андрей, зачем тебе делать зарядку? Он не чувствует эту историю. Окей, попробуйте. Ребята, простая история. Тут не надо каких-то, вот есть сложное, вам в презентации пришлют, там задают 33 вопроса. Зачем? Зачем мне это? Зачем мне делать зарядку? Чтобы дольше прожить? Чтобы сына отвезти не только в школу, но и в институт? И еще внуков понянчить? И так далее, и так далее. Чтобы женщину любить, в конце концов, долго. Не начинаем. Ну, вот поставили цель, и ничего не начинаем. Зачастую потому, что не знаем, с чего начать. Все очень просто. Ответить на простой вопрос. Что? Что мне нужно сделать в первую очередь? Первый шажок. Всего первый шаг. И этого достаточно. Для того, чтобы начать. Это как с толкача завести. Начал что-то делать, вероятность, что продолжусь больше. И здесь у нас тоже очень простое правило. Ребята, вот вы написали, вы получили эти бумажки, карты целей, что-то послушали, что-то сказали, ну, это ерунда, это прикольно. Вот это прикольно, кстати, особенно. А это все я знал. Это неважно. Если вы в течение 72 часов ничего не сделаете с этим, то ничего не будет, нет эффекта. Если попробуете делать, супер. Потому что вы найдете потом через год эту бумажку в папке других бумажек, которые вы после тренинга складываете в коробку из АТК, которая стоит внизу в шкафу. И сказать, блин, надо было все-таки написать, а курить я так и не бросила. Подумайте. Что в итоге? Вы знаете, я вот долго думал, что же поставить в итоге. И поставил то, что меня, наверное, в последнее время очень сильно тронуло. Есть такой проект. Его ведет медсестра из Австралии, которая в течение нескольких лет работала в хосписе с теми людьми, которые умирают. И она написала книгу под названием «Пять главных сожалений умирающих». Она стала бестселлером. И я хочу, чтобы мы о них с вами поговорили. Мне жаль, что мне не хватило смелости прожить свою жизнь, а не ту, которую от меня ожидали другие. Я слишком много работал. Мне жаль, что я не всегда имел смелость выражать свои эмоции. Я хотел бы чаще встречаться с друзьями. Мне жаль, что я не позволял себе быть более счастливым. Вы знаете, я очень хочу, чтобы вы нашли ту цель, которую в жизни, как вы хотите ее прожить и чего хотите достичь, и достигли ее прямым попаданием в цель. Спасибо вам большое за то, что вы были так активны и готов ответить на ваши вопросы. Да, кстати, ко мне можно добавляться в ВКонтакте, в Фейсбуке. Я выкладываю полезную информацию и иногда провожу этот тренинг целиком. Коллеги, ваши вопросы? Так Михаил идет. Спасибо большое. Я в два микрофона буду говорить тогда. Хорошо. У нас есть мобильное приложение. Друзья, вы об этом помните. И в этом мобильном приложении… Там нет вопросов. Нет вопросов. Я вот тоже обновляюсь и никак не понимаю. Но давайте мы поступим следующим образом. Помогите мне, пожалуйста. Да, мы возьмем два-три вопроса. Помогите мне микрофонами. Молодой человек стоит вот прямо. Давайте. Как достичь правильного KPI, если не хочется, не умеешь и… А ты уже нашел его. Тебе повезло. Подумай. Может, это и есть твой икигай? Да, таким быть. Супер. Раз, два, три. Ты счастливый человек, возможно. Да, но если серьезно, если серьезно, ну, это сложный кейс. Я бы просто пошатал его. И здесь сделай вот эту историю, упражнение с друзьям, напиши. Возможно, там ты найдешь ответы. У тебя получается, ну, стандартная история. Ты что-то не видишь в себе. Возможно, это видят другие люди. Они смогут тебе помочь в этом. Окей. Следующий вопрос. Здесь вопрос. Вы говорили о том, что нравится вкусно покушать и любите готовить. Может быть, стоило тогда в шеф-повары пойти? Понимаете, услышал, да. Это в икигай. Помните, я сказал, мне за это не платят деньги. Ну, то есть, мой уровень таков, что мне за это не платят деньги. Ну, друзья только алкоголь приносят. Но я же не могу ларек открыть, это запрещено пока. Ну, может быть, но видите, у меня есть два, где все четыре сошлось. Все четыре. Но я вас услышал, я подумаю, кстати, ребят. Подпишитесь на Facebook у Андрея. Там есть часть ответов. Вот там была. Да, давайте. Так что насчет еды? Мы не договорились. А, с едой очень просто. Могу рассказать лайфхак. Я скинул сейчас 6 килограмм за 3 недели. Все очень просто. Я придерживаюсь рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Она очень простая. У тебя каждый прием пищи, кроме последнего, должен состоять из трех частей. Овощи свежие, белок, углеводы. А последний, все кроме углеводов. Все очень просто. И есть 5 раз в день. Оказалось, что это очень круто. А, и еще второе. Мы забили с друзьями, создали чат в WhatsApp и контролируем друг другу. Все идут туда, сбрасываем. И когда кто-то шлет шоколадку, мы друг друга поддерживаем. Говорит, тебе вкусно было? Говорит, да. Ну, прости себя за это. Говорит, прощаю. Реально круто. Мы все худеем, заставляем себя 10 тысяч шагов ходить. Сейчас меня будет плющить, почему я 10 тысяч шагов не прошел. А по сцене хорошо наматывается. А по сцене, да, да. Андрей, вы говорили про цели, вы говорили, вероятно, про изменения личные, которые после этого следуют. Как быть с друзьями, близкими и коллегами, которые свидетели этих изменений и не всегда с ними согласны? Вы задали очень интересный вопрос. Я в 30 лет бросил пить. До этого я был, наверное, похож на алкоголика. Я бросил пить полностью. И да, спасибо. А друзья куда-то делись в этот момент. И я понял, блин, а что получается? Нас связывало только алкоголь. И вот, ну, они иногда звонят там, типа, там, с Новым годом, говорят, не пьешь еще? Я говорю, уже пью? Говорят, ну, нормальный человек стал. Ребят, не знаю, я, ну, у меня круг людей реально поменялся, друзьями стали другие. Они реально другие. И, ну, я считаю, это круто. Что-то приходит, что-то уходит. Мои друзья из детства, они также остались со мной. Но мы действительно реже встречаемся. Им не интересно со мной. Мне, наверное, интересно с ним. Но круто с ними встретиться раз в год на вечер встречи в Устников. Поговорить, вспомнить что-то. Это реально прикольно. Но ты идешь дальше, и дальше не всегда это есть, к сожалению. Или к счастью. Спасибо. Еще два вопроса. Здесь. У меня вопрос такой. Если вот 30 лет я занимаюсь маркетингом, развиваюсь, расту. Но я понимаю, что я занимаюсь не тем. То есть хочется сломать все, переделать. И как это сделать без жертв, скажем так? Ну, ответ, наверное, простой. Аккуратно. Это нужно сделать аккуратно. Можно я расскажу свой кейс? Я хороший директор по продажам. Ну, там, действительно очень востребованный. И когда я понял, что это прикольная штука, интересно, там, решать сложные задачи. Но мне хотелось бы что-нибудь еще. И появился бизнес-обучение. Я стал обучать сначала свою команду, потом партнеров, потом людей на рынке. И я делал это параллельно сначала. Я делал параллельно это два года. Но в один момент понял, что нужно уходить. Потому что, скорее всего, заказов стало такое, что я работал без выходных год. По выходным сделал тренинги. Я ушел, проработал полгода тренером. Потом мне сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Не из-за денег, а потому что мало где у тебя есть возможность поработать в компании, поправлять компанию стоимостью миллиард долларов. И это точно нужно брать. И я снова ушел. Но при этом параллельно я занимаюсь тем, что отдаю. Кстати, еще очень важно. Если раньше я зарабатывал на тренингах, то сейчас я просто поменял парадигму и пытаюсь отдать свой опыт. И делаю очень часто это абсолютно бесплатно и с удовольствием. И стало прикольнее, кстати. Да, еще вопросы. Здравствуйте, меня зовут Артем Артикс. У меня такой вопрос к вам, Андрей. Вы много рассказывали о миссии, целях и кигай. Согласно философии йоги и буддизма, нужно помедитировать, говорят. И тогда интуитивно станет понятен путь человека, личности, души, духа. Вот вопрос к вам. Пробовали ли вы медитировать и что вы думаете на этот счет? Спасибо. Спасибо. Я пробовал. Я считаю, это один из самых действенных инструментов для того, чтобы включить подсознание для решения каких-то задач. Это очень круто. У меня не получается медитировать. Но для меня вот это, наверное, зона развития, научиться инструменту. Говорят, нужно учителя найти. Это бывает сложно. Я советую вам продолжать поиски. Спасибо большое. Это было бы круто. Если ребята знают кто-нибудь учителя по медитации, черканите в фейсбуке, вконтакте. Я буду вам благодарен. Спасибо. Да, финальный вопрос здесь. Что касается учителей по медитации, рекомендую вам обратиться в Датсан. Там находятся ламы, да, и они вас научат профессионально медитировать. Ой, спасибо вам большое. И общение с ними, кстати, достаточно позитивный опыт для тех, кто хочет научиться жить более осознанно. Спасибо. У меня вопрос к вам следующий. Большинство людей живут как бессмертные. И мало кто задумывается о том, что жизнь когда-то закончится. Что мы все умрем. Да. Многие живут для того, чтобы оправдать ожидания окружающих. Собственно, оно и было первая причина, почему люди. Но при этом люди знают, что чтобы начать жить по-своему, нужно внести большие изменения в свою жизнь, в свои привычки и так далее. Но при этом они этого не делают. Как объяснить или, не знаю, правильно сформировать, какая мотивация должна быть у человека для того, чтобы он начал действительно менять себя, чтобы получать другие результаты в жизни. И, скажем так, за 10 минут до смерти сказать о том, что, ну да, в принципе, это было классно. Я бы сделала то же самое, если бы была второй шанс. Вы знаете, очень сложный вопрос задали. И здесь это, наверное, аргументация. То есть нужно аргументировать. Для каждого человека аргументы свои. Вот как себе аргументировать. Я понимаю, о чем вы говорите. Я бы показал. Показал, как может быть плохо. Я приведу пример. Первый раз я задумался, что нужно заботиться о здоровье, когда мне было 19 лет в онкологической клинике, где за один месяц умерла моя мать прямо на руках. И в тот момент я понял, что, блин, реально, ни хрена, мы не бессмертные. И вот эти вещи, ну, когда они случаются. Второй раз, это было в прошлом году, мы с женой поняли, что жить нужно на всю силу, когда в один прекрасный момент ее мать и отец разбились, ну, просто на машине. Да, мать насмерть, а отец год был прикован на кровати. И они тоже откладывали на завтра. Ну, детям и так далее, и так далее. Ваши родители там тоже откладывали все для лучшей жизни. Мы потом, ну, я выкинул все, чем они не пользовались, потому что им уже невозможно пользоваться неактуально. К сожалению, только события, происходящие с нами, зачастую очень тяжелые, надвигают нас к этому. Либо события, происходящие с другими людьми. Это сыровая история, ну, просто надо как-то показать. Дайте эту книгу почитать. Она страшная, просто ужас. Я не смог ее дочитать, я начал, блин, это реально, это жесть. Да, я, ну, там, мне хватает. То есть тот трешак, который случался со мной, мне вот так вот. Я так не хочу. Да, поэтому не ем. На других ошибках, но это нужно пережить все равно. Но это должно быть либо красиво рассказано, да. Блин, Алан Карр, как бросить курить. Красиво рассказал, и люди бросают курить. Кто-то говорит, нет, на меня не действует. Да на хрена народу действует? Да, то же самое, красиво рассказать или показать. Просто продемонстрировать. Демонстрировать. Вот этот вариант. Это самая яркая аргументация, показать. Друзья, давайте поблагодарим Андрея. Спасибо. За шикарную вещь. Достигайте цели, становитесь сильнее. Спасибо, ребят. Друзья, подождите немножко вставать. У нас есть для вас небольшой сюрприз. Сегодня мы снимали ролик про нас, про вас. И мы хотели бы показать его. Прошу. Добрый день. Сегодня мы на конференции Bitrix24 идеи. И хотим пообщаться с участниками этой конференции, чтобы узнать, какие у них есть идеи, планы на 2018-2019 год. Возможно, есть какие-то идеи, которые они давно откладывали, но хотели реализовать. И попросить их пообещать реализовать эти идеи в этом году. Я хочу стать лидером продаж. В этом году, наверное, ближе к следующему. Как раз на год планов предостаточно. У меня есть идея, может быть, она амбициозная, но она меня держит и она меня мотивирует. Это идея, что я способен делать то же самое, но на неродном языке. Открыть пять онлайн-школ для того, чтобы дать людям возможность онлайн-образования в регионах. Я обещаю до 1 марта 2019 года реализовать свою идею, а вернее цель заключить крупный контракт моей фирмы на комплексное маркетинговое обслуживание крупного банка в Санкт-Петербурге. В ближайший год точно организую свою закрытую бизнес-конференцию для предпринимателей. В ближайшее время обещаю открыть новое направление в бизнесе на Bitrix24 «Облако». До 1 марта 2019 года я обещаю организовать свой бизнес так, чтобы отдыхать четыре раза в год, минимум по две недели. В 2018 году я сделаю то, что не получалось у меня до этого. Схожу в отпуск. Я обещаю до 1 марта 2019 года написать книгу в формате бизнес-роман. Все. Друзья, это обещание, которое… Спасибо. Это обещание, которое вы даете себе. Вы поставили себе цель, вы наметили первый шаг и собираетесь его сделать или вот-вот, или, ну, например, завтра. Ну, в крайнем случае, на следующей неделе. Нам кажется, что сегодня было очень много идей, на которые можно посмотреть и взять себе. что сегодня было очень много опыта, который близок к вам или который натолкнул вас на правильные мысли, на озарение, то, что мы называем вдохновением. Нам очень хочется, чтобы эта энергия, которой сегодня было, правда, очень много и на сцене, и от вас, осталась с вами и позволила вам сделать первый, второй, третий, четвертый шаг. Спасибо вам большое, что вы сегодня были на Bitrix24 «Идея». Спасибо, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ